Приветствую вас. Ваши мысли мне в целом нравятся. То есть в целом мне нравится то, как вы думаете, как вы считаете, что можете потерять лучшие годы своей жизни. Мне импонирует ваша позиция. И я думаю, что в целом в такой позиции у вас есть реальный шанс и отправить что-то в своей жизни. Вот на что обращает внимание в вашем тексте, что обращает на тебя внимание, что-то. Это в формулировке. То есть в формулировке гестальт, синдром потери. То есть это такое ощущение, что вы прячетесь, как будто вы за словами. Прячетесь за этими терминами, которые сами по себе, ну, мало что чисто объективно. Это просто слова, это просто термины для специалистов, которые ведут научную деятельность, но вам, как человеку, человеку, который прощивает, подобно, такие слова использовать, наверное, не стоит. Но все-таки гораздо лучше и качественнее, как правило, бывают, если человек называет вещи своими именами. Следующее, что обращает на себя внимание, это то, что вы молодого человека, по сути, не любили, как вы говорите. Вот. И не оценили его. Но, когда он ушел из вашей жизни, вы стали чувствовать, чувствовать какую-то вот, такую острую, как будто бы, нехватку его. Что говорит, с одной стороны, о том, что вы опасаетесь близости, опасаетесь, вот, близких отношений. Вот. С одной стороны, с другой стороны, вы, ну, явно, на мой взгляд, не удовлетворены. Вы явно, на мой взгляд, реализовали, реализовывали некие свои потребности, когда позволяли мужчине, по факту, себя любить. Вот. И, в общем-то, ну, то, что вы описываете, вполне легко можно описать, как зависимость эмоциональная, такая вот форма эмоциональной зависимости. Вот. Потому что эмоциональная зависимость, как бы, с любовью не связана. Да? То есть, вот, именно, зависимость, эмоциональная зависимость, да, к любви, как таковой, не имеют отношения. Вот. И, чтобы любить, нужно иметь возможность что-то давать, что-то, ну, чем-то, чем-то делиться. Вот. У вас этого, на мой, на мой взгляд, нет. То есть, вот, характер вашего взаимодействия с молодым человеком, он, на мой взгляд, вызывает вопросы, на самом деле. Вот. Потому что, это не любовь была, как я вам сказал, а, скорее, такая, привязанность, привязанность, потребность. Вот. И раз это привязанность и потребность, то, соответственно, здесь ваши собственные желания и конфликты выступают на передний план. Следующее, что обращает на себя внимание, это та история, что вы по факту обвиняете девушку, девушку, которая появилась, в том, что она была у вас мужчина, то есть, ну, начала его охмурять, по сути. Вот. По моему мнению, это такой вот перенос ответственности в некоторой, в некоторой степени, да, такой вот перенос ответственности, попытка, попытка. Перенести ответственность в себя на ту девушку. Вот. И игнорирование своего склада в отношении и в то, как вы поспособствовали той самой истории. Что у женщины получилось увезти у вас молодого человека, получилось дать ему то, чего ему не хватало с вами. Вот. Дальнейшие ваши отношения похожи очень на попытку возместить себе и вернуть то, что вы получали. То есть, опять же, через, по факту, людей обеспечить себе потребностную сферу, вот, но не благодаря самой себе. То есть, на тебя, по-прежнему, вы внимания не обращаетесь. Вот. Ну и, соответственно, когда у вас не получился процесс замещения мужем того мужчины, с которым вы расстались, а когда у вас это не получилось, то вы сейчас потеряли всякий смысл жизни, потому что вы сами сами себя, по-видимому, склонны обесценивать, вы сами к себе, по-видимому, склонны хуже относиться. Видимо, как-то принижать. Вот. Что, соответственно, влияет очень сильно на то, как вы себя сейчас чувствуете. И, да, я понимаю, почему вы завидуете, ну, вот, собственно, чужём и счастью. Как вот, ну, как вот вы говорите, откуда эта история берётся. Это, это, проотекает, по-моему, мнения того, что вот сами-то вы счастливы не были, видимо, именно сами. Вот. Только вот интересно, что мешало вашему счастью. То есть ваша история, она начинается с того, что вы были в отношениях, там, 3,5 года. Вот. Что было до этого, до этого, знаете. Так что, аноним, я не думаю, что вы потеряли, прямо скажем, любовь. Вот. Я думаю, если честно, что вы потеряли возможность, вы потеряли возможность удовлетворить, удовлетворять, удовлетворить свои потребности и желания. Вот. Вот. Это правда. Это правда. Но, эм, к любви, как вот таковой, ну, это отношения, на мой взгляд, длинные. Вот. Вот. Это, опять же, то, как мне видится данная ситуация в целом. Как она мне, ну, как она мною воспринимается. Вот. Вот. Значит, эм, вы пишете, значит, так, мне, вот, вам больно от того, что вы расстались, эм, значит, с мужчиной. Вот. Со своим мужчиной, вам больно от того, что вы расстались, эм, с мужем своим. Вот. Тут бы я, конечно, вот, тоже обратил бы внимание, внимание, ваше на то, эм, с чем конкретно, э, связана боль, с чем конкретно связаны вот такие болевые, ну, болевые, болевые, эм, переживания, да, болевые, болевые, болевые чувства, болевые ощущения. Вот. С чем это конкретно связано? У вас. Именно у вас. А, вот. Эм, мне, соответственно, представляется это важным, мне очень важным это, 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 эта история представляется. А, вот. И, значит, как вам в этой ситуации быть, э, спрашиваете вы, э, работать, э, со своими чувствами, работать, э, э, со своими, э, потребностями, э, вот, работать, э, со своими желаниями, э, вот. И, соответственно, э, обретать самостоятельность, э, обретать независимость, обретать самодостаточность, э, собственные цели, э, собственные эмоции, э, собственные ценности, и, я бы сказал, даже, вот. То есть, это вот такая штука, э, такой, собственно говоря, момент, э, мне кажется, мне кажется. И, вот, примерно в этом направлении вам и нужно двигаться. Человек, который позволяет себя любить, и, который относится к, э, мужчинам, ну, партнерам своим, э, как вот, такому средству, а человек, который пытается что-то доказать самому себе. У вас даже вот в тексте, э, есть, э, такое противоречие, вы говорите, что вы его не любили, что вы не знаете, любите его или нет, э, вот. Но, при этом, вы говорите, что он бывший, бывший возлюбленный. Какой же он бывший возлюбленный, если вы позволяли только ему себя любить? Вот. То есть, ну, о каком бывшем, бывшем возлюбленном, э, здесь идёт речь? Это не бывший возлюбленный. Это вот именно то, что он вам давал, хорошее отношение к вам. Э, потому что вам это хорошее отношение нужно, и нужно до сих пор, вам его не хватает, вы чувствуете себя хуже без этого. Вот вся только сона в том и заключается, чтобы научиться вам, э, воспринимать себя и других людей, иначе, именно иначе. Не так, как сейчас у вас это происходит. Потому что, ну, вы же, наверное, вы же, наверное, сами понимаете, что не случайно у вас не сложились те отношения, не случайно у вас не сложились отношения с мужем. Вот. Вот это имеет на это быть такое вот сценарное, типовое поведение. И его нужно корректировать. Конечно, если вы этого хотите. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.